Всем хай, и это снова я. Ну что, я уже находила в ютубе, и не только на ютубе, многие делают туториалы именно по Гачи Лайв, Гачи Клуб и остальным модам на Гачи. Как сделать эстетичную ОС или как сделать эстетику. Вот это самый щекотливый момент. Давайте же сначала разберёмся, что такое эстетика? Эстетика. Зачитываю из Википедии. Эстетика это наука, изучающая восприятие человека на ту или иную вещь, атмосферу, природное явление и, короче, это и т.п. Короче, что мы выяснили. Эстетика это именно воображение человека и в то, каких цветах он все это переносит, то есть, с чем у него ассоциируется та или иная вещь. Вот, например, ну, как человек, например, видит, ну, не знаю. Вот, возьмём, например, отдельную тему, дальтонизм. Дальтоники — люди, которые не познают цвета красный и зелёный в отдельных случаях. Дальтонизм может появляться и на другие цвета. Я была в шоке, когда это узнал. Ну, да, это тоже может такое быть. И часто, и часто они не распознают именно противополницу. Например, там похожие цвета, либо же совсем разные противоположности. Например, как красный и зелёный — это уже обычные особенности дальтонизма. И также есть ещё и опознают оттенки. Но это уже в зависимости от зрения и от вашего восприятия. Но мы не будем ждать. Может быть, я даже сделаю пару ос по этим долбанутым туториалам. Но не все туториалы долбанутые. Но мы останемся именно на таких. Не то, чтобы доработанных. Короче, будут разные туториалы. И не будем тянуть. Начнём. Опа. Всем привет! Сегодня я расскажу, как... Мне одну волнует, что у неё с ушами. Почему? Одного уха половину отрезала, а другому только кончик. Делать эстетичную пояс. Не понял. А чё застыла? Ну, как бы... Это чё? Девка изначала. Блин, вы реально поверили, что девочка, которая не знает, что такое эстетика, будет рассказывать, как сделать эстетичную пояс. А ты, типа, в кофе вырядилась и знаешь, как это сделать. Сегодня я расскажу, как сделать эстетичную пояс, ведь я знаю, что такое эстетика. В эстетике бывает три вида кофе. Нихрена! Эстетика бывает любой, абсолютно. Эстетика леса, чёрная эстетика, эму, готы. Абсолютно любая. Это чисто ваш вкус, люди. Софт, мило. Остальное это не эстетика, а все... Нихрена! Всё остальное, вообще, весь окружающий нас мир, это по сути эстетика. Это то, что завещано людям богом. Эстетика это красота мира и восприятие человека на этот мир. Остальные люди, которых считают всё, что нас окружает эта эстетика, то эти люди малолетки, которые где-то услышали слово эстетика и теперь разбрасываются им направо и налево. Кстати, действительно, тебе, небось, и восьми лет нету, а ты уже знаешь, что такое эстетика. Лично мне тринадцать. Кстати, это мои два сестры. Одна в эстетике софт, а другая в эстетике мила. А это моя сестра, которую я ненавижу, потому что она не эстетичная. И одна, заметь, я сначала думала, что... Извините, я переборщила, мне не тринадцать. Мне вообще двенадцать лет, ну, то есть одиннадцать, ну, сорян за возраст. Немножко перепутала, просто... Моей старшей сестре тринадцать и... Ну, как бы, мать говорит, что мы с ней очень похожи, поэтому я иногда путаю на свой возраст, реально просто. У нас сходство с ней налицо. Ну, что хочется сказать по этой ситуации? Вот такой... Приходит девочка, то есть новенькая, и вот ты подходишь к ней и такая... Фу, ты не эстетичная, они будут с тобой дружить, на тебе, на. Ааа, ты что мне так? И она такая, ты не эстетичная, возраст. Ну, блин, согласитесь, это ж тупизм полнейший. Зато я эстетичная. Сначала надо придумать имя ОС. Чтобы оно было милым, надо обязательно добавить букву М или букву С. И ещё можно добавить букву... Я сейчас была бы рада назвать несколько имён из аниме, которые звучат, ну, не мило. И там тоже есть букву С и Э. Но, думаю, это лучше не делать. У Т и Ф, в имени должно быть ровно четыре буквы, не больше и не... Окей. Окей, Рейх, очень эстетичное имя. Не меньше. Моё имя Мису, и оно очень эстетичное. Сейчас... Ну, Рейх, эстетичное имя, и такое добренькое, правда? Сейчас я вам покажу, как лучше сделать волосы. Ну... Нет, ну вообще варианты-то неплохие, можно взять. Но если их, опять же, чуть-чуть доделать. Например, в этой прическе я бы убрала вот эту чёлку и заменила её более на длинную. И ещё бы убрал этот хохол. Ну, или добавил какой-нибудь аксуар, чтобы он подходил к этому вихру. Ммм... Неплохо. Теперь-то приступим к одежде. Тут я могу только сказать. Ни в коем случае не берите штаны, рваные джинсы, шорты, перчатки, кофты. Этим вещам нет места в эстетике. Я вам потом покажу. Опять я делала ОС. И у меня есть ОС Рейха в шортах. Ну, я хотела сделать сначала, типа, Рейх Тян. Так что, ну, судите сами, красиво это или нет. А сейчас я пока... Минуточку. У неё там была... У неё был вариант одежды с... 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 Блин, и с чем? Или... Там были шорты какие-то короткие. Либо же там были просто чулки. И это тоже считается, как бы, ну... Чулки бывают и шортами. Ну, слушай. Покажу, какие цвета нельзя брать. Брать люди можно любые. А в смысле? В смысле нельзя? В смысле нельзя? Ну, я вам, ну, покажу эстетичную ОС Куэр Рейха и решать их сами. В смысле? Лицом не добавляйте повязки, пластыри, очки. Это не эстетично. Это эстетично, не, ну... Если они добавлены по приколу, то там, я не знаю, какая-нибудь веселюшка там-то, такая забивная, может быть, или какая-нибудь там весёлая такая розовая жопка. Ну, или просто человека... Несчастный случай произошёл там, всякое бывает же. Ну, это наоборот добавляет такое, знаете, как милоты и сочувствия. Минуточку. Этот и ещё предыдущий кадр был... Ну, после предыдущего кадра был кадр с повязками на глазу. И... А это... Тут пластыри. Типа, а чё? Вот опять же с пластырями. Его тоже. Всем пока. Желаю сделать реальность. А, я там показываю неэстетичный ОС. Понял. Эстетичный ХОС по моему туториалу. Ну, а мы... Ой, а чё с ней? Да, мы переходим к следующему долбанутому видео. Я нашла более адекватного автора, чем это Миссу. Оценка Миссу. 3 из 10. Потому что, ну, Торрин доработан, и это чисто её мнение. За мнение я ставлю... Ну, ничего я судить по мнению не могу. Так что, 3 из 10 из всего, что она посоветовала. Но мы переходим к следующему видео. Или скеймер? Это мой человек. Это неплохой, кстати, вариант кожи. Ну, и гол... Ну, и голова. Может быть, абсолютно любой. Только... Не знаю. Мне почему-то не нравятся сильно большие головы. Потому что... Ну, как по мне это делает... Ну, не то чтобы уродливо. Просто... Мне это сильно режет глаз. Поэтому я делаю самую маленькую. Даже для человека. Я говорю, это мой человек. Это мой человек. Если вы хотите сделать что-то очень милое, я советую вам сделать волосы, как на видео. Будет показано несколько вариантов. Мой выбор становился на таких волосах. Цвет волос можно брать любой. Не знаю. Почему-то я считаю милым. Ну... Почему-то... Мой выбор милоты... Это... Ну, не знаю. Там челка длиннее, чем сами волосы. То есть волосы могут быть как... Это особенно на мальчиках, что проняется. Почему-то именно... Я почему-то считаю мальчиках, ну, с длинной тёлкой, более такими, ну, няшными. Я не знаю, почему так. Можете брать зелёный, там, розовый, хоть красный, хоть голубой. Но для, так сказать, эстетичной оси надо брать кофейные, кофейные тёмные, вот такие вот, например. Девочка сильно заблуждается в том, что... Ну, скорее всего, она просто не знает, что такое эстетика. И, скорее всего, поступил... Где-нибудь прочитала два распространённого вида эстетики. То есть массово распространённые софт, мило и кофе. Это принятые обществом виды эстетики. Распространяющиеся в кей-попе и, в основном, в такой поп-культуре. И среди девочек. Через мальчика культура другая. Ну, и что ещё? Ну, я не могу её за это судить. И, в принципе, это её мнение. И... Хорошо, что она не запрещает там... Ну, не запрещает. То есть... Что-то советует, а что-то и нет. Бежевые и так далее. Ну, это значит, что они слишком яркие. Я возьму... В итоге я с ними не соглашусь. Например, Остри Кантри Хуманс. Тут уже ваша фантазия разгуляется. Да. Именно из таких пользователей, подходящие по параметрам к миссу, испоганили такие фандомы. Такие, на самом деле, интересные фандомы, как 13 карт. Тут уже нагачи остались. В прошлое видео было по 13 карт. Ну, и такой классный фантом по Кантри Хуманс. Такие. Дальше идём в глаза. Глаза можно выбирать как с этой страницы, так и с других любых. Самые эстетичные, по мнению автора, вот такие. Пожалуй, выберу вот такие вот. Цвет можете брать любой. Так же. Если вы хотите сделать персонажа какого-то расы, не обязательно делать ему нос. А если именно человек, можно взять нос. Род. Так же. Любой. Ну, можно выбрать вот такой. Ну, это для раз. Вот такой и вот такой. Но это няшно очень. Можно скрестить несколько раз. Я знаю, получится мутант по совпадающей сьюхе. Ну, нет. Сьюха это уже проблема с мозгами. А тут именно ваша фантазия подключается к устройству гатча. Одежки. Для эстетичных воспитываются как платья, так и красивые. Штаны и кофты. Сейчас покажу несколько вариантов. Ну, нельзя судить. Красивые кофты, штаны. Ведь у каждого человека вкусы разные. Кому-то рваные джинсы нравятся, а кому-то нет. Вот это самый лучший вариант для ЭТОС. Он мне очень понравился. Можно, кстати, еще вот так вот сделать. Ну, или выбрать другие что-то. Но мне нравится найти. Аксессуар. Если вы хотите сделать, чтобы у вас было более эстетично, по вашему мнению, можно надеть на нее много аксессуаров. Но это уже важно. Почему-то венок и шапка медсестры, которую она сейчас, может быть, ненароком надела, почему-то они мне очень нравятся. Ну, еще мне нравятся всякие... Ну, вообще мне нравится половина из всего, что есть в гате, потому что, ну, реально хорошо поработанные детали. Плюс-минус сама... Сама рисовка той или иной вещи. У меня получилась вот такая ОС. Всем пока, надеюсь, помогла. Ну, ладно, давайте еще поищем третье видео, и я покажу, что получится у меня. В общем-то, подходящего туториала я не нашла. Так что это был какой-то тоже туториал по лицу. Ну, посмотрим, что он такой. И на крайняк я сделаю еще четвертое видео. То есть, мы посмотрим еще на крайняк, еще на четвертое видео. Ну, ладно, давайте. Ты даже без заставки, реально. Ахайо, медвежата. Ахайо. Я знаю, вы видели видео, в которых присутствовал вот такой род. Поэтому я решила открыть вам небольшой секрет. И сегодня вы узнаете, где найти это личико. Ну что ж, приятного просмотра. Заходим в Гачу. Теперь, выбираем любого перса из меню. Видите вот эту кнопочку? Нажимаете на нее. Смотрите, здесь открывают... Да, почему-то это клавиш у меня всегда лагает. Да и не только у меня, я уверена в этом. Вот такие фигнюшки. И теперь вы можете выбрать любую из них. Просто нажимаем на стрелочку. Приставим до девяти. Та-дам. Вот наша милая личика. Затем вы можете выбрать любую эмоцию. Это будет очень мило смотреться на вашей красивой ОС. Объемные языки. Кап. Вы можете поставить лайк. И еще раз его. Готово. Почему-то с той страницы, что она выбрала глаза мне всё нравится, а просто всё выпр... Ну я не знаю... Я чисто поржатина. Ну или помило. Нет, ну ты реально няшно. Ну, мы открыли для себя небольшой такой секрет, как сделать глаза более меньше в Гачу Лайф. Ну, а мы переходим уже к четвертому видео, да, это будет последнее видео и я покажу свой результат. Я не знаю, это будет адекватный автор или нет, но в принципе ОС пока адекватная, по крайней мере, её. Ну, давайте её смотреть. Да, ну и сегодня не играем, а сегодня я покажу, как сделать просто красивую ОС или, как говорят, эстетичную. Нет одного или двух вариантов, как сделать тебе эстетичную ОС или просто... Извините, ебнула. Или просто... Ну, тут записано, что это Роффл. Но всё равно эстетика зависит именно от вас, также характер и предыстория персонажа, то есть... Это... Знаете, Гача в чём-то отдаёт вам побыть на месте Бога, создать своих людей, создать им жизнь и создать им мир, в котором они живут. Ну, и некоторые персонажи, которые... Джерри. Хехех. Эмо. Синий. Милый. Ну, то есть... Просто Кир. Это тоже красиво, но ещё таки... Голубой и... Ничего. Голубой и синий. Ну, это... Фото. Открою вам секрет, кто не знал, что если писать имя в Гачи по-русски, кстати, это старая версия, я это делаю всё на обновлённой, и, значит, если в профи персонажа писать по-русски, то есть у вас тут будет встречаться именно на эмоции персонажа имя, то есть под самим этим силуэтом, эмоции, как хотите, и это имя будет встречаться у вас. По-русски, что упрощает вам чтение, то есть не отчисляя там, мол, дли вот это вот, что есть в Гачи, Гачи она была как на английском, так и на русском, это можно перевести, но имена там почему-то всегда на английском, и, ну, как бы имена по правилам не переводятся, так что, ну, тут уже немая ошибка. Хотя это даже ошибкой не назовёшь, это правила такие. И, кстати, очень важно, например, там, если уперёшься в мультике имя Блю, там, или, я не знаю, там, Скай, Скай это небо на русский, Блю это голубой, всем известно, голубой, синий, как хотите. Так что, ну, это режет слух намного. Вкус на ваш цвет. Вкус на ваш цвет. Меня одну-то смущает. Девочка Вейнсдейс, последний парк, ты, напишу тебе. О, господи. Я сделала Оску в стиле Эмма, и это явно не Эмма. Ну, это Роффу, может. Оскар Роффу. Девочка Вейнсдейс, последний парк. О, вот это, вот это что-то я уважаю. Ромео, странно. Обращайте внимание, вставил чайник, чтобы, чтобы горы, как все горы, пересохли. Пересохла, я картавлю. Это точно для девочек, а это я еще не использовала. Необязательно в Гача Нокс, Гача Клуб. Именно, глазайте, что он говорит, что однозначно для девочек. Типа, знаете, как под крылья патру косит. Нет, их можно использовать для мальчиков. Напоминаю, что в Гача Нокс и в Гача Клуб можно изменять Шарту Глаз. И на обновленной версии, точнее, Гача Лайф 2, можно также... Да там все можно изменять. А в Гача Нокс, Гача Клуб, это... Эту проблему, если вам не нравится размер глаз, эту проблему можно легко решить. Мне нравятся эти глаза. Глаза, которые она сейчас выбрала, я использую как для мальчика, а для девочки. Но это лично мой выбор. Почему-то мне кажется, что они какие-то такие спокойные и даже чем-то милые. Чики для мальчика. Это для деда. Знаете что? Вот я еще вам советую. Ну, или Гача Клуб для Итачи. Слушайте. Вот такие? И вот такие? Ну, вот это да. Я не уверена, что у всех людей, кто сейчас это смотрит, это очень хороший слух. Например, мне, ну, надо вслушиваться, но я все равно что-то слышу. Так что не мучайте свои уши, как я, и добавьте тупо громкости. Не помню, как называется, но точно какая-то была эстетика. Про лягушку. Чисто за справки. Глаза Черри, вроде как. Вроде бы, как ее зовут, Черри или что-то такое. Гача, именно глаза Черри, вот они. Радом самой, с лицомос, примерно на уровне ее глаз. Глаза Черри или как там ее зовут. Это используется, ну, в эстетике Мила или в эстетике Софт. Потому что тут можно добавить, как розовые цвета, но вообще в эстетике Софт. Потому что тут вставки именно фиолетового цвета. Так что это можно использовать в эстетике Софт. Ну, по крайней мере, по крайней мере, я вам рекомендую это делать. Также и глаза самой Лемо. Да, это ее, мне как сеструха, это глаза именно в эстетике Кофе. Нет, ну, просто посмотрите на самой Ост. Там и зеленого у нее только волосы, ну и одежда. Эти глаза хорошо подают для робота, реально. Опять же, это пузователь Гача Клуба, Гача Нокса и других модов, где эти глаза можно двигать. Также в версии Гача Лайф 2 эту проблему можно легко решить. И тут уже работает сама фантазия автора, потому что это переделать мозги нужны. Ну, нет, не считаю, что страшно. Это не я пальцем по экрану повела, это уже в ее видео-то записывали. Ну да. Ну, это как эмоции. Это не как эмоции, это отражение скорее чувств и желаний персонажа. Ну, конечно же, закрывать глаза. Так, начнем с аксессуара. Ну, конечно же. Я не думаю, что сильно будет так росло. Ну... Я знаю, тут какие-то непонятки есть, так что... Давайте посмотрим что-нибудь из этого. Что это? Как делать? А, я здесь даже знаю какой-то Гача. Вот. Да, я не случайно зашла именно по самому Ютубе это все искать, потому что... Секреты Гача. Первый секрет, если нажать на этот коробочек, на подарочек, вам дадут 3000 алмазов просто так, то есть, ну, все, все. Нажимаешь на синенькую кнопочку и вам мало, это первый секрет, а это, типа, как бонус. Лучше у своих хейтеров. Я листаю многие туториалы, да. Если первое я искала, как сделать эстетик Йорлу, то сейчас я ищу, как сделать эстетик бой. Ну, тут мне ничего не показывают, так что давайте сделаем эстетик. А, вот. А, вот оно. Вот же Пикета Мису, я смотрела, больше видео у нее нет, так что они будут на нее затягивать. Так, где еще что-то? Как создать красивую оску в Гача Лайф? Ну, давайте. Да ну ты издевайся, я читаю, ну, блин. 24 на 7, ну, ладно. Всем приветик, и сегодня я вас научу, как сделать красивую оску. Ну, давай, научи. 1. Цвета кожи. Делай мне белый и никакой тупой. Делайте либо 2, либо 3. В смысле? Я ничего не понял. Ты что, бакуешь? Ты что, что-то против негров имеешь? Я не могу понять. На нижней строчке вообще тупые. В смысле тупые? Их не берите. Берите, какие хотите, я разрешаю. Ну, смотри же, она же стоит уже радугой, красиво же. Ну, белый, ладно, белый цвет, я не знаю, там, для фури там каких-то. Ну, ну, эти цвета можно же взять. Ры... 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 Короче, лучше выбирайте с... Ры... А, Ры... Ры... Типа чёлка волос. Чёлка, типа Ры... Рэл Хэр. Типа чёлка для волос или сами волосы. А... Лучше выберите... Вы... Бирать... С третьей страницы Ни хрена подобного Потому что В смысле тупые Например Вот эта челочка Она где-то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Где-то 9 или 8 Да короче любые берите Я разрешаю Берите какие хотите Это ваш выбор Последняя страница Это эстетика настоящая Людей лучше делать Все персы Должны быть с ушками Потому что других причесок Я говорила Что Гача Лайп дает Гача Кул Гача Нокс И все остальные гачи Дают им право Обобыть немножко Богом Но это такой степени Автор данного ролика Не русский Потому что у нее места нет У нее нет тик Нет тик Лучше вы верите Че-то остальные В смысле Эм Ну Нет Вот это миленько Вот это миленько Где у нее вот эта херня У нее миленько Вот это вот прическое Советы убрать Мне это почему-то нравится Потому что она няшная Реально Она внизу стоит Поэтому У меня например Это кажется милым Или вот эта вот Очень неплохая И вот это тоже Что я сейчас взяла Что-то феня какая-то А не Без разницы Спасибо Походу автору Не вариант Называть Как называется Одежда Или волосы Например Можно Вместо Название Данной секции Где это можно выбрать Типа Вокхэр Типа Задние волосы Можно просто говорить Задние волосы Ой ВОРОСЫ Да ВОЛОСЫ Ну блин В России живем Я не знаю Персонары Не должны быть Я покажу Потом Однотонку И сами решайте Красиво это или нет Когда Выбираете Цвет Волос Не выбирайте Белые Серые В смысле Они не красивые В смысле В смысле Не выбирайте Люди Выбирайте Ну вот Смотри Тёмные цвета Охрененное Сочетание Вот Холодный И такой Горячий Цвет Загульки Не берите В смысле Не берите Загугуленьки Это отдельный Вид искусства Персонаж делается Лично по мне Он Эмила Богиня Чё я Ожидала Блин Я не знаю Трошня Видео По 30 минут Делают Именно из-за Этого Это Капец Будут Ещё Советы Нет Я могу Показывать Свои варианты Ну что Я решила Только Долго На Той На том Тот Вровне Затягиваться И я Показываю Свои варианты Это Ож Я делала По Я находила Автора И Как Сделать Тренд 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 Ну да Шапочку Её Изначально положение. Берём вот такие голы и ставим вот такую позу. А ещё с обновлением в гачи Лайф. Делал мне вот такой вот ротик. Ну, либо же, либо же я не знаю какой. Ну, что-нибудь миленькое, допустим, это. Ну и как вам Тян заходит, если мне почему-то показалось милым. Да, эта чёлка мне почему-то нравится. Не знаю, мне такое распространяется и я не то чтобы... Ладно, давайте придём к следующему персу. Яну. Просто Яна. Не, ну, смотрите. Чёрный цвет в гачи и нужен, чтобы скрыть контурки. Ну и смотрите, какой ещё костюм получился, правда же? Лично мне это нравится. Сцен. Тут уже, может быть, у меня выйдет... Может, у меня выйдет такой ролик на канал с... Не буду раскрывать с чем. Если выйдет, то сами узнаете. Моя оса. Ну, это такой свадебный вариант. Почему-то мне это понравилось. Ну и что? Итог гачи. Волосы можно делать любые. Абсолютно любые. Да, у меня день рождения осенью. Скоро, да, да. Волосы можно делать любые. Абсолютно любые. Козлины короткие. Тут тоже можно всё потыркать, пожмякать, я не знаю там. Короче, перепробовать всё, что можно, вот реально. Вот тут любое. Вообще всё выбирайте. Что вам нравится выбирайте. Так уже лучше стало. Выбирайте, что вам хочется. Просто тыкайте на всё продряду. Что вам понравилось, на то и тыркайте. Мне кажется, даже так лучше стало. Ну что, всем пока. И надеюсь, я разнесила то, что было не совсем понятно. Я никого не осуждаю и никого не лащу. Но есть такие люди, которые, ну, не понимают. И либо просто об этом не знают. И я не могу осуждать за незнание. Ну и в общем, давайте. Пока.